Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. Улететь не получится. В аэропорту таможенники разворачивают должников. Спортивная контрабанда. Таможенники изъяли в торговом центре поддельную модную одежду и обувь. Для тех, кто по жизни загулял, в Самаре работают три медпункта, где приводят в чувство пьяных горожан. Посадили и забыли Самару озеленят неприхотливыми гортензиями. Уникальный матч на стадионе Самара-Арена. Ветераны крыльев советов отметили день рождения футбольного клуба. Более 15 тысяч жителей региона не имеют права выезжать за границу из-за долгов, превышающих 10 тысяч рублей. С начала года с четверых из них запрет сняли прямо в аэропорту. На майские праздники в Курумыче дежурят судебные приставы, которые помогают людям проверить, есть ли у них задолженность, из-за которой придется отложить отдых за рубежом. О чем нужно позаботиться, отправляясь в жаркие страны, знает Алина Чемерис. Уже через несколько часов они будут нежиться на турецких пляжах. Десятки пассажиров ждут вылета в Анталью. Чтобы провести отпуск по ту сторону Черного моря, важно расквитаться с долгами на родине. Иначе можно стать невыездным. Чтобы помочь жителям благополучно отдохнуть, в аэропорту Курумыч дежурят судебные приставы. Их задача проверить, есть ли у людей долги свыше 10 тысяч рублей. В помощь онлайн-сервисы. Дмитрий Афонин подсуетился заранее, погасил все задолженности и штрафы. И теперь спокойно летит отдыхать. Если не пустят, это путевки не дешевые сейчас. Задолженность 20-30 тысяч, если у кого-то есть, это вариант. Я считаю, это нужно. Госуслуги, мне кажется, это прорыв, который позволяет смотреть все абсолютно на месте. И так же оплачивать тоже. Все очень удобно. Акцию «В отпуск без долгов» самарские приставы начали проводить в этом году. Сотрудники ведомства дежурят в аэропорту в периоды, когда люди массово собираются за границу. В новогодние праздники сняли запрет на выезд с трех путешественников. В майский показ одного. У знакомых были случаи, когда оказалась здесь сюрпризом. Так вот у меня девушка одна не улетела. Друзья улетели, она осталась за штраф неоплаченного какого-то. Поэтому я очень боюсь и проверяю. Обычно, чтобы погасить долги и снова получить право выезжать за границу, требуется 10 дней. В аэропорту эта процедура занимает от трех часов. Если долг уже погашен, но информация об этом еще не внесена в базу данных, отправляясь в поездку, важно взять с собой все подтверждающие документы и показать их приставам. Проблема решится на месте. Но все же жителям советуют самим заблаговременно проверять, есть ли у них долги. Сделать это можно на сайте госуслуг, службы судебных приставов или через мобильное приложение. Мобильное приложение ФССП, благодаря которому можно не только узнать о своих задолженностях и проверить себя или своих родственников на эту задолженность, но и подписаться. В таком случае, если вдруг вы получаете уведомление, вы сразу знаете о том, что у вас есть какая-то задолженность. И принять меры вы можете оперативно, не дожидаясь часа Х, когда вы можете уже не вылететь за границу. Сейчас тех, кто не имеет права выезжать за рубеж, в регионе более 15 тысяч. Если кто-то из них на майские праздники вдруг решит покинуть страну, долги по исполнительным производствам нужно погасить в полном объеме. Судебные приставы будут дежурить в аэропорту до 9 мая. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События. Кроссовки и тренировочные костюмы вне закона обнаружили самарские таможенники в одном из торговых центров. Контрафактную одежду и обувь с мировыми лейблами продавцы сбывали на распродаже по низким ценам. Сотрудники таможенной незаконные товары изъяли и отправили на экспертизу. Были выявлены товары известных товарных знаков. Это Nike, Adidas, Reebok, La Costa. На данных товарах незаконно использовались товарные знаки. Борьба с контрафактом в Самарской области на особом контроле. В прошлом году таможенники регулярно пресекали ввоз контрабанды. Обнаружили и изъяли больше 100 тысяч незаконных товаров. Пристанище для пьяниц в Самаре работают три медпункта, наркодиспансеры на 10 коек и несколько часов. До полного отврезления там могут провести пьяные, подобранные на улице. В это время они находятся под чутким присмотром врачей. Многим из них такая забота спасла жизнь. О героях и антигероях нашего времени репортаж Марины Матвейшиной. Отдохнете? Поспите немножечко. Поспим. Здесь и спать уложат, и душевную беседу проведут. В пункте временного размещения лиц в состоянии опьянения чисто, тихо и безопасно. Посетители поступают сюда со всего города. Среди них задержанные полицейскими для медосвидетельствования, но большинство пьяные, найденные на улице. Сначала скорая привозит их в приемный покой больницы, где человек обследует по полной программе. УЗИ, МРТ, Рентген. Затем он поступает сюда. По желанию прибывший может остаться, чтобы выспаться и протрезветь. В это время врачи наблюдают за его состоянием. В алкогольном пьянении мы зачастую не можем выявить жалоб пациента. И оно как бы скрывает многие опасные состояния, которые могут стать угрозой жизни пациента. То есть это в том числе и черепно-мозговые травмы. Ее невозможно было на ранних стадиях выявить, она прогрессирует. Соответственно, его на операционный стол оперируют внутричерепную гематому, которая не была, когда он поступал в детском. И, соответственно, спасают ему жизнь. Таких случаев немного, говорят врачи, 4-5 в месяц. Всего через пункт наркологического диспансера проходят в среднем 90 человек в месяц. Среди них есть и женщины, одна на 8 мужчин. Практически со всеми посетителями работают полицейские. Пьяный сон на газоне сам по себе является нарушением общественного порядка. К сожалению, полиция здесь постоянно не дежурит. Но в последнее время мы достаточно неплохо наладили контакт. По первому звонку приезжают сотрудники полиции. Просто-напросто забирают, оформляют людей. В Самаре работает три таких пункта медицинского освидетельствования и временного размещения жителей, утративших способность самостоятельно передвигаться. При больнице имени Семашко, Пирогово и номер 7 в поселке Управленческий. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов, События. Дачный сезон стартал в Самаре в этом году. Изменилась схема маршрутов. Место отправления перенесли с автостанции «Аврора» на Хлебную площадь. Причина – ремонт Южного моста. Удобно ли это дачникам? Узнаем через пару минут. Удобные остановки – касса по продаже сезонок. С 1 мая с Хлебной площади можно уехать на дачи как по двум старым маршрутам, так и по шести новым. Эти автобусы раньше отправлялись с автостанции «Аврора». Редислокация произошла из-за ремонта Южного моста и путепровода над железной дорогой. Ограничено движение транспорта общей массой более 3,5 тонн. Весь подвижной состав, который используется для перевозки пассажиров в городском округе Самары, превышает данные габариты. Поэтому нам пришлось разработать временную схему организации движения. К дачным переменам горожане отнеслись с пониманием. Я живу в 13-м микрорайоне. Час, вот час ровно ехала. Поэтому на «Аврору» час и сюда час. У меня одинаково получается. Что делать? Приходится терпеть. Мост ремонтировать давно пора. Я живу в Куйбышевском районе. И я сегодня первый раз пришла. Сейчас узнаю. Если на крыжу останавливать буду, я буду с кряжа вообще ехать. Вот мне удобно. Когда пойдет клубника, когда поливные вот эти дни, а так нет в принципе, ну по 30. А когда самый такой, ну идет уже урожай, то да, бывает по 70 человек, по 60 в автобусе. Сейчас пока по наполняемости. Ты не меньше 20-25 человек. Тем не менее, некоторые садоводы предлагают еще одно решение дачного вопроса. Из Кошелево я еду сюда, через весь город. Когда построили южную, вернее, по Кирову, можно пустить еще транспорт. Этот вопрос городская власть уже решает. А тариф на перевозки сохранили на уровне прошлого года. 2 рубля 2 копейки за километр. Для удобства пассажиров продаются сезонки на 4, 8 или 16 поездок. Автобусы отправляются в рейс каждые полчаса. Первые в 6 утра, последние в 20.00. Кроме выходных за город, можно уехать еще в среду и пятницу. 34 самарских дачных направлений обслуживают 80 автобусов. Они будут курсировать до 29 октября. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов, Константин Головин. События. Далее коротко о других событиях дня. Следствие не будет возбуждать уголовное дело, по факту смерти Николая Парола. Напомним, тело 76-летнего директора завода «Салют» с огнестрельным ранением было обнаружено в его собственном доме 31 марта. Результаты доследственной проверки показали, что это было самоубийство. Прятавший в лесопосадке более полутора килограммов тротила, 19-летний житель Чапаевска выслушал приговор. В ноябре прошлого года оперативники обнаружили тайник. Как оказалось, его сделал Павел Рожин, который украл взрывчатое вещество с завода «Полимер», где он работал с августа по сентябрь 2016 года. Чапаевский городской суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с наложением штрафа в 10 тысяч рублей. Это уже вторая судимость юного чапаевца. В ноябре 2015 года его осудили за нанесение экстремистских надписей и изображений на культовое издание «Мечеть Мирвамеда» в Чапаевске. Жители Самары смогут поучаствовать в репетициях Парада Победы. Их начнут проводить с сегодняшнего дня. Всего их будет в три. 3 и 5 мая в 19 часов и 7 мая в 10.00. В воскресенье пройдет генеральная репетиция с участием полного состава парадных расчетов, военной техники и авиации. Сам военный парад начнется 9 мая в 10.00, а вечером в 18.00 на площади состоится праздничный концерт «Моедины в победном строю». Наградили самых активных участников ветеранских организаций. Цветы, подарки и слова благодарности звучали от депутатов и представителей администрации Советского района. На праздники побывала Лариса Шалафаст. Общение и движение – это жизнь, уверена Валентина Шметаева. Ветеранскую организацию она возглавляет много лет. Ежегодно все вместе ветераны отмечают праздники, ходят за грибами, путешествуют по святым местам. Это вот наша жизнь. И мы не чувствуем, что мы стареем. Мы всегда молодые. Участники ветеранской организации Советского района Самары активно взаимодействуют с районными властями, рассказывают о проблемах, высказывают свои предложения по благоустройству дворов, а также проводят большую патриотическую работу в школах. Они обсуждают не только проблемы, но и добрые дела, которые сами творят. Они рассказывают, что можно сделать еще для района, чем можно помочь городу. Это самое важное. Они становятся активными участниками строительства нашей Самары. Мы организовываем встречи со школьниками. Они рассказают о своем трудном пути, о тех боевых временах, когда они воевали, трудовых подвигах. И, конечно же, дети, я же говорил, что они там, они учатся. После торжественной церемонии награждения в подарок гостям праздника концерт лучших творческих коллективов Дворца ветеранов. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События. Мы родом из распятого детства. Концерт с таким названием подготовили ученики Самарского лицея созвездия. Праздник посетили ветераны Великой Отечественной войны и почетные гости. Перед торжественной частью прошла экскурсия в школьном музее «Курская битва». Уникальные экспонаты увидела Олеся Корецкая. О том, как гремела и горела земля в танковом сражении под Прохоровкой рассказывают шестиклассники. Это самые юные экскурсоводы музея «Курская битва». Мемориальный комплекс работает в лице созвездия с 99-го года. Здесь у них есть возможность изучать историю вживую. То есть вот они артефакты, вот они источники, по которым можно работать. И это, конечно, гораздо интереснее, чем учить просто по учебнику. Праздничную экскурсию и концерт посетили почетные гости. Патриотическое воспитание молодежи – одно из главных направлений в работе властей на всех уровнях. Я уверен, что у них должно быть настроение мирное, на мирное, на хорошее, на созидание. Вот это самое главное. А если придется, то тогда уже оставить свое рабочее место и стать защитником отечественного. Сегодня должны в эти праздничные дни в очередной раз всем сказать, что мы едины, что мы непобедимы. Мы все сделаем от нас зависящее, чтобы это голубое мирное небо сохранить и передать нашему подрастающему поколению. Перед Днем Победы в лицей всегда приходят ветераны, встречаются со школьниками. Константину Стычкову было 18 лет, когда он участвовал в Курской битве. Ребята слушают нас хорошо, вопросы задают. Приятно с ними. С ними тут проводил все праздники и во дворе, и здесь. Так что я тут свой. Ветераны и почетные гости получили награды и благодарности. Для зрителей ученики лицея подготовили выступление «Мы родом из распятого детства». Олеся Корецкая, Станислав Левин, События. Более 5000 гортензий в этом году украсят Самарские улицы, парки и скверы. Растения посадят в рамках программы «Цветущий город». Кустарник хорошо переносит зиму и может цвести 40 лет. Его уже посадили на набережной и на улице Ленинградская. Когда расцветут гортензии, знает Алина Чемерис. У нас самые лучшие. У нас уже цветовая почка. Здесь, Вера, ты видишь, цветочная почка. Лунки подходящего размера и кислый торф. Все, что нужно молодым гортензиям, чтобы вскоре расцвести. Неприхотливый кустарник на набережной сажают по инициативе предпринимателей. 5000 саженцев городу подарили представители бизнеса. Теперь растение расцветет по всей Самаре. Гортензия дама неприхотливая, зиму переносит хорошо. Главное, чтобы ей хватало воды. Растение живет 40 лет, поэтому полюбоваться его красотой сможет не одно поколение. Расцветет гортензия к концу июня и будет радовать жителей до поздней осени. Это делается не на один сезон, это делается на несколько лет, потому что гортензия – это кустарник многолетний, цветущий, ярко цветущий. Есть очень много различных его видов. И те сорта, которые сегодня высаживаются в рамках этой акции «Года гортензии», они абсолютно разнообразные. Программа «Цветущий город» проходит в Самаре уже второй год. К украшению улиц привлекают общественные организации, частных предпринимателей, волонтеров. Этой весной гортензию сажают и на улице Ленинградская. Получили мы порядка 30 кустов. Вот все их сюда и высаживаем. Есть план сделать небольшую аллейку по улице Ленинградской. Все, что будет высажено, оно будет облагорожено до, так скажем, осеннего периода. Будет поливаться, будет содержаться, ухаживаться в полном объеме. Сажать гортензию в Самаре планируют и на фестивале цветов, который пройдет 17 июня в парке Дружбы. По задумке, там должны появиться клумбы с цветущим кустарником. Алина Чемерес, Артем Сулайманов, События. Больше 200 миллионов рублей получит Самара из областной казны на реставрацию памятников архитектуры, которые расположены вдоль туристических маршрутов. Сколько фасадов планируется обновить, знает наш экономический обозреватель Лариса Шлафаст. Здравствуйте. Цены на нефть сегодня растут и стремятся к отметке в 51 доллар за баррель. Валюта дорожает. Курс на 4 мая. Доллар 57 рублей 9 копеек, евро 62 рубля 32 копейки. Золото стоит 2299 рублей, серебро 31 рубль 4 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 57 рублей 18 копеек, дороже всего продать за 56 рублей 88 копеек. С 1 июля россияне смогут оформить больничный лист в электронном виде. Соответствующий закон подписал президент страны. Самарская область вошла в десятку регионов-лидеров по объему выдачи ипотеки. С начала года оформлено 3000 кредитов. Это больше 4 миллиардов рублей. А Самара получит 234 миллиона на реставрацию памятников архитектуры, которые расположены вдоль туристических маршрутов. В этом году в планах обновить в городе больше 300 фасадов. На этом все. Удачи в делах. От площади Славы до Курумыча в Самаре открылся велосезон. В этот день для спортсменов-любителей устроили конкурсы, розыгрыши, представления и даже показали кино под открытым небом. На велосипеде прокатилась и Алина Чемерис. Термос, еда, ремкомплект. Все, что нужно велосипедисту. Необходимый минимум, без которого в дорогу нельзя. В день открытия велосезона любители экологически чистого транспорта собираются на площади Славы. Этого дня спортсмены ждали целый год. Масштабно, интересно. Новые знакомства, новые связи. Когда я сажусь на велосипед, мне хорошо. Есть чувство легкости, свободы. Дыхание жизни. Сегодня велосипедисты едут до Курумыча, привал на Воронежских озерах. Чтобы колонна дошла до места назначения без проблем, спортсменов делят на десятки и назначают им ведущего, который прошел инструктаж. Чтобы ничто не омрачало велопрогулку, самое главное – вежливо вести себя на дороге. Желательно не торопиться, особенно на светофорах, внимательнее быть, пропускать, то есть не чувствовать себя главным на дороге. Мы не одни на дороге. Сейчас на площади Славы более тысячи человек. Это и новички, и опытные велосипедисты. Маршрут простроен так, чтобы все смогли добраться до конечной точки. Спортсмены уже собираются в колонны и через считанные минуты отправятся в путь. Спортивный праздник растянулся на весь день. Семейные эстафеты, розыгрыш призов, мастер-классы для спортсменов – обширная развлекательная программа. В этом году у нас немного другой маршрут. Мы решили попробовать заехать на Воронежские озера, чтобы больше новичков смогли попробовать себя на разных мероприятиях и соревнованиях. На Воронежских озерах людей будут ожидать конкурсы, эстафеты, соревнования по БМХ, беговелов, показательное наступление велодриалистов. По команде организаторов колонна выдвигается в дорогу. Гнать велосипед предстоит долго, но спортсменов этим не напугать. Как настроение? Отлично просто. Такая же, как фагон. Такое же настроение хорошее. Как себя чувствуете? Готовы до Курумыча? Конечно! Обязательно. По крайней мере, точно постараемся. Тех, кто преодолеет 30-километровый путь до Курумыча, ждут горячий чай и кино под открытым небом. Желающие, вооружившись спальниками и палатками, смогут остаться на ночлег. Остальных в Самару доставит электричка. Открытие велосезона только начало. В этом году спортсменов ждут множество соревнований, турпоходов, фестивалей и флешмобы. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. Не стареют душой ветераны. Игроки крыльев советов прошлых лет. В день рождения клуба приехали на стадион Самара-Арена и сыграли товарищеский матч со строителями. Футбольной атмосферой возле нового спорт-объекта пропитался и Андрей Горгуленко. Кто бы ни приезжал от крыльев советов на строящийся стадион, строители всегда встречают гостей футбольным матчем. В этот раз против рабочих играли ветераны. Пока на будущем газоне стоят краны, матч в честь 75-летия клуба сыграли на песке. Профессиональные футболисты победили 3-0. Для них в удовольствие играть на любом покрытии. Мы готовы в эту игру играть где угодно. На песке, на асфальте, как и в детстве. Поэтому для нас это нормальная ситуация. И очень приятно и со строителями, и все в дружественной атмосфере. За свою 75-летнюю историю футбольный клуб крыльев советов сменил не одну домашнюю площадку. Свой первый матч в 3 мае 42-го года они проводили на стадионе «Локомотив». С тех пор играли и на стадионе «Динамо», и на «Металлурге». И вот ветераны приехали посмотреть, где в следующем году крыльев советов будут принимать домашние матчи чемпионата России. Многие ветераны не впервые на стройке Самара-арены. И приятно удивляются тому, как быстро растет стадион, и как многое изменилось за два года. Футболисты надеются, что проинспектируют еще и газон, когда он будет готов. Хотя бы разочек еще выйти, потоптать настоящее зеленое поле на таком газоне, я бы с удовольствием был бы рад. Я такого еще, честно, в своей жизни не видел. Такое современное, столько металла, такой размах. Меня просто это впечатлило сегодня. Сейчас на стадионе монолитные работы почти завершены. Строители уже приступили к отделке внутренних помещений. Также продолжается монтаж основной части купола. Готовая арена больше, чем на 60%. И на следующий год крылья свой день рождения отметят на поле уже внутри стадиона. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Перед поездкой на стадион ветераны крыльев советов пустили презентацию серии почтовых марок с изображением легенд футбольного клуба. Гашение проводили особым штемпелем. В блоках 24 марки, которые выпустили специально к 75-летию клуба. На них изображены 20 спортсменов. Некоторые из них присутствовали и на торжественном мероприятии. Крылья совета в первый российский футбольный клуб, запустивший свою серию марок. Заказы на уникальный товар поступили уже из других регионов России. События действительно очень волнующие, очень трогательные. Собрались ветераны, была проделана огромная работа и людьми, фонсоры марки. Это действительно уникальная история. Это первая в России марки, посвященная именно футболу, футболу клуба, футболистам, его истории. Это очень значимое событие. Конечно, приятно. Это все-таки такая память будет. Не только мне, но и всем любителям, которые коллекционируют эти марки, и всем ребятам, которые изображены здесь. Бойцовский клуб открылся в Самаре в одном из торговых центров на Московском шоссе. Первыми протестировали груши ринги легенды профессионального бокса Денис Лебедев и Александр Поветкин. С автографом со съемок вернулся Андрей Горгуленко. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте. С вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите Самарские новости спорта. Удар, еще удар, опять удар. В Самаре открыли бойцовский клуб «Витязь». Здесь работают тренеры по боксу, каратэ, тэквондо и смешанным единоборствам. За их плечами сотни побед на турнирах от городского до международного уровня. Однако главный сюрприз презентации – легендарные гости. Боксеры-профессионалы Денис Лебедев и Александр Поветкин. Что такое спорт? Что такое единоборство? Единоборство – это не только выяснение отношений в ринге. Надо быть готовыми быть и умными, и сильными одновременно, одинаковыми. И добрыми в то же время. Уважительными. Это также гигиена спортсмена. Она приучает мальчиков и девочек быть чистыми, опрятными. Не опаздывать на тренировку. Это в жизни очень нужные и хорошие качества. Самое главное – не сдаваться никогда, потому что будет тяжело. Всякое может быть. Надо уметь переступать через себя. Как раз спорт этому учит. Чемпионы мира по боксу своих секретов начинающим самарским бойцам на открытой тренировке не раскрыли. Готовятся к предстоящим боям за титул. Зато любители показали гостям, на что способны. Почетный президент Федерации бокса Самарской области Андрей Королев и президент Федерации Василий Шишов увиденным остались довольны. И рассказали о планах. «Открыли нескольких залов боксерских. Открыли, сейчас добились все-таки, что у нас будет лагерь «Радуга» круглогодичный для боксеров. Ну, там видишься виды спорта, но чем-то у нас боксеры будут. Стараемся, тренируемся, готовимся». В клубе единоборств «Витязь» школьники тренируются бесплатно. Федерация бокса Самарской области надеется, что из новых молодых бойцов вырастут олимпийские чемпионы. А профессионалы Денис Лебедев и Александр Поветкин обещали вернуться в Самару, провести серию мастер-классов для начинающих спортсменов. Это все новости к этому часу. Больших побед вам. Удачи. На этом наш выпуск завершен. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова